Приветствую всех на канале, сегодня у нас будет долгожданный топ игр My Summer Car на Android. Да, давно их у нас не было на канале, они являются самыми популярными. Сегодня я подобрал максимум игр, которые смог найти на Play Market, которые с более-менее красивой графикой и которые уже вышли. Да, все ссылки на все игры будут в описании, обязательно я оставлю их ещё в закреплённом комментарии. Вот, пока будет идти премьера, я буду создавать данные ссылочки, чтобы быстрее выложить данный ролик. Итак, прошу прощения за плохой голос, я, к сожалению, опять заболел. Да, сейчас честовато многие люди заболевают и все знают, с чем это связано. Ну ладно, сегодня не об этом. Подобрал, подобрал я игры, похожие на My Summer Car. Игр в этом топе более пяти. Я подобрал игры, которые вот-вот выйдут, либо те, которые уже вышли, в которые можно поиграть. Расскажу о них поподробнее и обязательно как раз в них поиграем. Итак, тут не будет Египтян Лайф, тут не будет других каких-то игр, которые не вышли. Или ещё они у нас есть в других топах, которые я снимал до этого. Ладно, ребята, давайте уже переходим к основному топу. И прежде чем мы перейдём, хотелось бы ещё сказать про одну интересную вещь. Я сделал новое интро, многие его видели. Это не конечный результат. Это такой промежуточный результат. Сейчас эта интро дорабатывается, а пока что буду использовать данную вещь. Ладно, ребята, переходим же к основной подборке. Итак, ребята, первая игра в нашем топе называется Pickup. Да, есть две версии игры Pickup. Старая, которую можно скачать только на пределах интернета. Я не знаю, оставлю на неё ссылочку. На неё есть, кстати, моды. Обязательно скоро, кстати, выйдет ролик с обзором мод на Волгу опять. И всё-таки я сделаю более подробный ролик с тем, как её починить, потому что у многих возникают данные вопросы. Как вы уже поняли, в этой игре даётся главный автомобиль, это Pickup и подручный автомобиль-скутер. Мы спаунимся с вами в доме. Наша задача, во-первых, собрать Pickup, во-вторых, работать. Да, главный способ заработка в данной игре – это работа. Мы зарабатываем себе на еду, мы зарабатываем себе на бензин и другие расходные ресурсы в данной игре. То есть у нас двигатель расходуется со временем, есть возможность тюнинговать Pickup. Есть такие помещения, как магазин, заправка, другие помещения, склад, на котором мы можем сами работать. То есть здесь достаточно большое количество различных миссий. Да, то есть езда по карте свободная. К сожалению, из способа заработка пока что является только перевозка различных грузов. Вот. И с плюс могу выразить то, что здесь очень детальная сборка двигателя Pickup. И по сравнению с другими играми, еще здесь можно и полностью собирать с нуля салон. Да, то есть сейчас у нас сдается изначально убитый Pickup. Можно заработать деньги, сделать идеально красивый Pickup. Здесь можно в тюнинг-магазине подобрать различные детали, которые вам будут больше по душе, и установить их на данный автомобиль. Ссылку оставлю на игру с плей-маркетом. Но кому интересно, я могу прислать ссылку на взлом, который делает рекламу бесплатной. Да. Ладно, в принципе, я про эту игру у нас все сказал. Второй транспорт в этой игре это скутер. Скутер нам необходим для того, чтобы, если в случае, если ваш Pickup где-то застрял, у вас не хватает денег для того, чтобы вытащить, либо у вас что-то сломалось, он едет, то вы можете воспользоваться скутером и съездить туда, куда вам нужно. Ладно, в принципе, про эту игру я вам все рассказал. Подробные серии с новостями у меня на канале тоже выходят. Скоро выйдет очередная подборка новостей игры Pickup, в которой я соберу все последние новости. Все, что удалось узнать от разработчиков, все, что удалось узнать от других людей, которые мне писали по поводу данной игры, узнать из сообщества. Ладно, ребята, давайте уже переходим с вами к следующей игре. Про эту игру можно говорить вечно. Переходим с вами к следующей игре в нашем топе. Про эту игру тоже многие знают. Называется она Build Your Car. Недавно я снимал на нее обзор. Но игра такая кринжовенькая, то есть я бы не сказал, что у нее крутая графика, но здесь присутствует, опять же, система сборки автомобиля. И то же самое, кстати, эту игру можно отнести к клонам игры Pickup, с учетом того, что эта игра вышла в разы даже пораньше. Потому что, в принципе, основная система это тоже доставление различных грузов на различные места получения за это деньги для того, чтобы установить наш Volkswagen. Да, здесь все автомобили лицензионные, оригинальные и никаких заказов по другим автомобилям здесь нет. В принципе, что могу сказать. Из плюсов это свобода действий. Здесь можно гонять, выполнять различные миссии. Дается два автомобиля. Это, соответственно, пикап и маршрутка Ford Transit. Вот они, кстати, у нас представлены. Да, выполнение различных заданий по доставке вам дает возможность получать средства, на которые вы будете покупать новые детали для вашего Volkswagen Beetle. Ладно, ребята, в принципе, про эту игру у меня есть отдельный обзорчик. Кому будет интересно, можете перейти, найти у меня этот ролик. На заставке находится Volkswagen. Если что, я оставлю, конечно же, ссылку на эту игру и по желанию могу оставить ссылочку на видос с обзором данной игры. Ладно, ребята, давайте недолго не будем задерживаться на этой игре. Она, в принципе, интересная, но из минусов могу сказать все-таки ужаснейшую графику и мультяшность. Ладно, ребята, переходим с вами к следующей игре. На этой игре долго заострять внимание я не буду. Следующая игра в нашем топе называется Retro Garage. Ей отдельный респект. Недавно вышло новое обновление, в котором добавили автосервис и первую иномарку. Да, многие спрашивали по поводу, кстати, бета-теста. Закрыт он открытый. В сообществе ВК Retro Garage есть ссылка на закрытый бета-тест. Да, не знаю, почему многие не заметили данный момент. Вот я сейчас об этом сказал. Ладно, ребята, мы сейчас не об этом. У нас сейчас обзор данной игры. Что могу сказать? В этой игре большое количество различных автомобилей российского производства. Теперь уже не только российского. Потихонечку добавляются иномарки. Итак, что можно выделить? Возможность свапа двигателя. Да, подробный тюнинг. Да, здесь есть несколько модификаций автомобилей, которые с учетом вашего прогресса открываются. Вы можете их открывать за деньги. Конечно же, игровая валюта доната в этой игре, можно сказать, нет. Он здесь вообще не нужен. Что еще можно сказать? Да, большое количество различных автомобилей. Возможность участвовать в различных драг-заветах, гонках. Собирать полнейшие... Покупать полнейшие ведра и делать из них боевую классику. Делать из них автомобили музейного экспоната. Да, то есть, свобода мыслей, свобода действий. Конечно же, детальная сборка автомобиля. Двигателя, подвески, корпуса. Также, помимо этой игры, можно еще и назвать Car Mechanic Simulator 2022. Да, это тоже игра относится к данному подразделению. Она имеет более красивую графику. Ну, частично, по крайней мере. Что можно еще сказать? Да, все-таки оставлю я ссылку на эти две игры. Ретро-гараж и Car Mechanic Simulator 2022. Да, эти игры более-менее одинаковые. И главной задачей как раз является сборка автомобилей. Конечно же, ретро-гараж в этом плане продвинулся больше. Потому что можно участвовать в гонках. Здесь есть свободная возможность, свободные езды. Покраски детальной, покраски автомобиля. То есть, это колеса, тонировка, различные детали. Можно отдельно красить баллончиками и полностью облить свой кузов. К примеру, сейчас я крашу наш Корчалыгу. Крашу в такой прикольный цвет. Да, здесь можно подобрать цвета так, чтобы это был переливающийся какой-нибудь хамелеон. Также вот настраивают тонировочку. Вот у нас так красиво это все выглядит. Что могу сказать? В принципе, просто прекрасно. Да, здесь очень большое количество различных настройщиков. Можем перейти, посмотреть, как и данный автомобиль у нас выглядит. Ладно, ребята, давайте переходим уже к следующей игре. Опять же, ссылочки все у нас в описании. Следующая игра, по моему мнению, удосуживается двух титулов. Это игра My Winter Car на Android и игра Jalopy. Да, реально. Очень похожая по графике. Во-первых, изначально, конечно, суть игры это My Winter Car. Одна из тематик My Summer Car. Зима, да, все круто, все хорошо. Но из-за такой необычной лоу-поли графики можно сказать, что это копия Jalopy на Android. Конечно же, игра делается под Россию. Все логично. Игра называется My Summer Car. Она доступна уже в плей-маркете. И что могу сказать? Пока что из того, что в этой игре присутствует, это только дом. И, кстати, это не дом. Да, многие говорили, что дом, как выйти из дома, где автомобили. И изначально разработчик указывал на то, что будет уже АК. Он рассказывал, как это все будет выглядеть. Кстати, сейчас в последнее время очень много новостей по поводу данной игры. И на данный момент мы можем наблюдать с вами данную вещь. Да, пока что разработчик и работает, работает над игрой. И для того, чтобы нам не было скучно, он залил в плей-маркете бета-тест. Да, это My Summer Car Beta. И это менюшка, да. В менюшке он сейчас добавляет различные элементы, чтобы мы посмотрели, над чем он работает. Какие физики в этой игре есть. Свет, включение-выключение света, взаимодействие со шторками, с окнами. Здесь достаточно много всего, с чем можно повзаимодействовать, посмотреть. В принципе, весело и интересно просто поиграть. Пока что здесь нет различных автомобилей. Это все находится в разработке у нас, да. Также в Discord сервере в своем. Разработчик выкладывает различные новости, которые не входят в YouTube. Которые не удосуживаются к полному обзору. К примеру, это добавление системы взаимодействия с предметами. То есть, уже можно нам брать, переставлять предметы. Это все уже было там показано. В YouTube об этом пока что ни слова нет. Вот сейчас я вам говорю. Да, можете скачать, посмотреть, что это из себя игра представляет. Конечно же, в последнее время есть большие скандалы по поводу того, что разработчик украинец. Ну, украинец он, ну, добавил мультик нерусский. Ну и что в этом такого? Это игра. Да, но, к сожалению, все, все разработчики сталкиваются с какой-никакой критикой. Многих что-то не устраивает. Главное, не обращать на это внимания и продолжать работать над своей игрой. Да, игра реально прикольная. Игра реально крутая и удосуживается отдельного внимания. Вот, пока что это все, что известно по поводу данной игры. Ждем новых обновлений. Опять же, как сказал разработчик, игра находится в активной разработке. По крайней мере, пока что сейчас. Немножечко приостановилась данная работа в связи с тем, что разработчик заболел. Да, опять же говорю, многие сейчас заболевают. И все вообще подряд. И из моего окружения много людей болеют. Так вот, ладно, сейчас не об этом. Игра находится в разработке. Ждем уже, когда добавят автомобили. Да, очень хотелось бы это увидеть. Ладно, давайте уже не будем долго застрять на этом внимании. Скоро, скоро, да, опять же. Немножечко я меняю тематику своего канала. И теперь у меня будут выходить новости по отдельным проектам. My Summer Car на Android. Либо другим играм, копиям на... И ПК-версии игр на Android. Да, это уже будет моя углубленная тематика. Изучение игр на Android, как копии каких-то ПК-версий. Ладно, в принципе, про эту игру я вам все сказал. Помимо того, что, да, добавили телевизоры. Я говорил про то, что мультики там различные. Да, это все вы можете с этим всем ознакомиться в YouTube-канале разработчика, либо в его Discord-сервиле. Ладно, если хотите, то обязательно переходите по ссылочке в описании, скачивайте и смотрите все то, что на данный момент добавил разработчик. Ладно, в принципе, если я сейчас буду так каждую игру размусоливать, то видос у нас выйдет на целый час. Поэтому давайте переходим уже к следующей игре. Сохраню некоторую интригу. Не буду разговаривать про некоторые вещи, чтобы вы сами скачали и посмотрели. Ладно, переходим с вами к следующей игре. Да, ребята, это игра My Favorite Car. Она у нас скоро выйдет, да, еще до бета-теста. Примерно в районе месяца, это сказал разработчик. У него есть свой Discord-сервиле, YouTube-канал, ВК-сообщество. Опять же, про эту игру достаточно большое количество новостей у меня выходило. У меня выходило эксклюзивное интервью с разработчиком, в котором он отвечал на некоторые вопросы. И оказывается, оказывается, многие не знают, что это разработчик игры под названием Universal Car Driving. Да, одна из лучших BMG Drive на Android. Если честно, я тоже это не знал, пока не снял данный видеоролик с как раз эксклюзивными новостями от разработчика. Но сейчас не об этом. Данный проект может дать дёру некоторым даже людям, которые уже годами работают над своими проектами. К примеру, это Египтин Лайф. Да, я не говорю, что эта игра лучше, я не говорю, что та игра хуже. Я говорю о том, что это реально достойный конкурент. И это не просто игра, а сам РК. Конечно, вы видите здесь ВАЗ-2106. Да, один из наилюбимейших моих автомобилей российского автопрома. Именно. И что могу сказать? Уже есть система сборки автомобиля. Уже автомобиль у нас перемещается. Также был добавлен дом, но для того, чтобы показать вам систему сборки автомобиля, я сейчас включил видеоролик разработчика с сборкой автомобиля. Также у него на канале есть видеоролик с домом. Также на моем канале тоже активно выходят новости по данным проектам. Итак, почему же может дать дёру некоторым проектам? Во-первых, уже, как видите, результат налицо. Очень красивая, реалистичная графика. Управление, кстати, уже немножечко поменялось. С каждыми новостями, с каждым роликом, всё новые и новые добавления у нас для данного автомобиля есть. Уже тюнинг, уже дом, уже новое управление, езда. Сейчас идёт работа над составлением деревни. После того, как карта будет готова, разработчик опубликует игру в PlayMarket и App Store. Да, в принципе, на такой прекрасной ноте мы с вами переходим к следующей игре. Если вы хотите подробно изучить данную игру, я ставлю ссылку на последний видеоролик с эксклюзивным интервью с разработчиком. Да, если вам будет интересно, можете перейти. Также, конечно же, пооставляю различных ссылочек. Ссылочек, да, под этим роликом будет много, но не сразу. Я их буду добавлять постепенно, поэтому ждите, заходите, смотрите, может что-нибудь новенькое добавится. Ладно, не буду долго застрять, опять же, внимание на этой игре, потому что это было бы сейчас очень долго. У нас небольшая подборка, получается, конечно же, размусоливание этих игр подробное у меня будет выходить на канале в ближайшую неделю. Ладно, ребят, переходим с вами к следующей игре. Как бы не было грустно мне об этом говорить, но это последняя игра в нашем топе, да. В принципе, есть ещё некоторые игры, похожие на My Summer Car, но, к сожалению, они какие-то сыроватые. Опять же, есть у них некоторые баги, недоработки, поэтому я их в этот топ не добавил. Ладно, давайте уже перейдём к последней игре и расскажу вам про неё. Игра наистарившая, у неё было несколько обновлений, сейчас вы видите видеоролик одной из самых популярных версий данной игры. Да, давно не было по ней различных каких-то новостей. Итак, это игра симулятора автомобиля. Как вы уже поняли, у нас есть свой дом, а точнее квартира, да, мы живём в многоэтажке. Есть возможность воспользоваться лифтом. Конечно же, это игра с сюжетом, нужно выполнять различные задачи, ездить, покупать продукты. Здесь есть несколько магазинов и, конечно же, несколько автомобилей. Главным нашим автомобилем является, опять же, Тазик. Да, это автомобиль российского производства. И второй это Toyota Corolla. Смотрите, что, опять же, да, почему это моя Самаркар на Android? Здесь есть система сборки автомобиля. Да, вы можете поехать в магазин и купить себе какое-либо навесное оборудование. И, конечно же, игра эта... Не было, кстати, этой игры ещё ни в одном из моих топов, но очень хотелось её добавить. Игра старенькая, многие про неё уже забыли, мало кто в неё играет. Но игра в своё время была очень сильно популярной, да, и востребованной. Поэтому я не мог просто её не добавить в данный топ. Для того, чтобы вы вспомнили. Как видите, сейчас стараюсь в подборке добавлять старые игры, которые, может быть, кто-то даже ещё и не застал, кто-то забыл. Вот. В принципе, мне кажется, про эту игру тоже отдельного внимания никакого уделять не надо. Переходите по ссылке, скачивайте и играйте. В принципе, даже первых 10-15 минут вам хватит для того, чтобы понять сюжет данной игры и что в ней будет происходить. В принципе, ребята, всё. На этом у нас топ-игр подходит к концу. Если вам нравятся данные подборки, то обязательно ставь лайк и пиши комментарий с идеей для следующего видеоролика, для следующей подборки. Как вы уже поняли, некоторые обновления в моём канале появились. В связи с этим небольшое изменение контента. И, конечно же, немножечко у нас актив из-за этого упал. Ну, ничего, исправим. Итак, как вы уже поняли, активно я углубляюсь в различные проекты ПК-игр на Android. Да, в основном это My Summer Car. Будут отдельные ролики с новостями, с обзорами различных игр. My Summer Car на Android, My Garage на Android и других подобных проектов. Всем большое спасибо за просмотр. Опять же, повторяюсь, что все ссылки есть в описании под видео и в закреплённом комментарии. Переходите, скачивайте понравившиеся вам игры. Всем большое спасибо, кто смотрел до конца данный видеоролик. Всем пока-пока. Завтра выйдет очередной обзор довольно-таки интересной игры на Android. Ждите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok